Привет, друзья! С вами держатель микрофона Максим Исаенко в клубе «Гамбит» имени Валерия Александровича Щетинина, где проходит традиционное командное первенство по шахматам среди школьников, так называемый матч престижа. Сейчас посмотрим за шахматными баталиями и пообщаемся с участниками. Субтитры делал DimaTorzok и так называемый матч престижа. Север-юг. Насколько принципиальное соперничество? Нет, у нас здесь две команды. Команда пятых и одиннадцатых классов – шесть человек, север и сьюга. И команда первых и четвертых классов – тоже шесть человек, и тоже север-юг. Где самая напряженная борьба ожидается? Ну, по подбору игроков старшая группа юг выиграет, а младшая группа должны победить север-чане. Что будет в сумме, в итоге пока не знаю. То есть будет складываться до общей зачет? То есть результаты двух групп сложатся, и кто наберет больше очков, будет победителем, получит переходящий тур. Шахмат – это такой индивидуальный вид спорта, да? Сегодня получается, что не только от самого шахматиста зависит, еще как команда выступит? Нет, ну почему индивидуальный вид спорта? То есть раньше, ну вот, турнир поколений, командный. Раньше предприятия города проводили командное первенство. Нет, это, в общем-то, не… Олимпиада шахматная, имеется в виду, проводится по этому. Белая ладья командная. Очень много видов командных соревнований. Я думаю, что все дети нам известны. То есть это практически не Север-Юг, а два клуба – «Гамбит» и «Звезда». Поэтому особых неожиданностей мы не ждем. Это вот шахматные надежды, там юное одарование появляется. Здесь-то мы уже все знаем. Все сильнейшие сегодня принимают участие или кто-то не смог? Ну, естественно, не все. Дети же. То есть вот, в частности, в младшей команде «За Север», который победил в шахматных надеждах, с родителем уехал на юбку отдыхать. Поэтому понятно, что уже каникулы, уже не всех удается собрать сильнейших. «За Север» В этом со мной участник сегодняшних соревнований Дмитрий Рыбочкин представляет южную часть. Сейчас в первом туре с девочкой играл. Такая напряженная игра у вас. Эншпиль получился, да? У нее время, так понимаю, кончилось. Да, но даже если время не кончилось, у меня был один ход, и я провожу Ферзя. Ну, как с стартом? Довольны с вами? Да, в принципе, неплохо, но расслабляться нельзя. Соперники не такие уж и легкие, я бы даже сказал серьезно. Кого-то можешь из соперников самым главным своим назвать сегодня? Своим противником я бы, наверное, считал Щетинина, поскольку в прошлом турнире я ему проиграл. Но сегодня я хочу отыграться и взять реванш. Ну, в этот раз командное первенство не только от тебя будет зависеть, да, успех? Да, совершенно верно, будет зависеть не только, как я сыграл, а от моих союзников. Ну, в этот раз выиграли только двое в этом раунде. Я и мой товарищ Бирженсказ Даниэль, остальные, к сожалению, проиграли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот рядом со мной представитель северной части Влад Красилов. Влад, ну, ты в запасе, да? Почему так получилось? Ну, наверное, потому что я новичок, я только месяц занимаюсь шахматами. Ну, есть шанс сегодня сыграть? Ну, думаю, да. Как уже следишь за выступлениями своих ребят? Как все получается? Ну, да. Бывают, конечно, ошибки у них, но хорошо играют, да. Шанс на победу есть? Да, я думаю, да. У нас хорошо играют, ребята. О результатах традиционного командного первенства Полевского по шахматам Север-Юг среди школьников я обязательно расскажу вам в ближайшем выпуске спортивного обозрения тайм-аут. Поэтому не забывайте подписываться на канал Держатель Микрофона. С вами был Максим Исаенко. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok